ВОЛЧЕХИНСКОГО РАЙОНА Брачные агентства против онлайн-знакомств. Как держатся на плаву последние городские оффлайн-компании? Лихие, свободные и дерзкие. Ностальгия по 90-м на выставке Краеведческого музея. Более 2 миллиардов рублей на приобретение дорожной и коммунальной техники, а также ремонт дорог дополнительно направят в Крае. Поручение о внесении изменений в закон о краевом бюджете на этот год дал губернатор. Почти 500 миллионов рублей из этих денег потратят на покупку 70 единиц техники для 46 алтайских муниципалитетов, а полтора миллиарда рублей на увеличение дорожного фонда. Финансирование пойдет на ремонт 40 километров дорог краевого значения. 195 миллионов направят на субсидирование при проектировании, реконструкции и строительстве уличной дорожной сети 24 муниципалитетов. Еще 148 миллионов рублей используют для закрытия контрактов за 2022 год. Увеличение дорожного фонда 1,533. Общий объем дорожного фонда составит на 2023 год 16,8 миллиарда рублей. Я напомню, что в 2022 год мы финишировали 16,2 миллиарда рублей со всеми добавками 2022 года. В это воскресенье, 12 февраля, в Барнауле и Камни-на-Аби пройдут митинги против роста тарифов ЖКХ. В краевой столице власти города согласовали для его проведения площадь на улице Титова. Много ли желающих придут выразить свое отношение к больному для жителей региона и города вопроса, пока непонятно. Но организаторы рассчитывают, что будет не меньше тысячи человек. Поддержать барнаульцев, к примеру, обещали и жители Заринска. Они специально собираются приехать на митинг. На протестное мероприятие в Рубцовске, которое проходило в минувшее воскресенье, пришли 300 человек. Между тем, в Бийске власти трижды не согласовывали место проведения митинга. Но оно по-прежнему планируется. Правда, на этот раз его инициаторы – женский союз. И митинговать он хочет в том числе против переноса женской консультации. Но тему роста тарифов обещают не обойти стороной. Провести мероприятие хотят у Камня в честь основания Бийска 19 февраля. И к другим важным темам этой недели. Около 2700 подписей собрали жители Волчихинского района края за отставку главврача местной ЦРБ. Документ уже передали в Краевой Минздрав, прокуратуру и губернатору региона. Напомним, после кончины 7-летнего мальчика в ЦРБ Волчихинского района, его жители начали активно выражать свое негодование проблемами в местном здравоохранении. В частности, люди несколько раз собирались в Доме культуры для того, чтобы обратить внимание властей на то, что пора решать злободневные вопросы. Все это вылилось в итоге в организацию митинга за отставку главврача ЦРБ Татьяны Харловой. Изначально мероприятие хотели провести 12 февраля. Однако, по неизвестным причинам, в это воскресенье оно не состоится. Зато пройдет очередной сход граждан в 12 часов дня по традиции в РДК. На встрече планируют присутствовать глава и прокурор района. Добавим, инициативная группа подала новое заявление на проведение митинга уже 19 февраля. Документ власти зарегистрировали и в ближайшее время должны дать ответ. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Юнормейцы из двух алтайских отрядов встретились с участниками разных боевых действий – Афганской войны и СВО. Урок мужества также посетил депутат Госдумы Александр Прокопьев. Какое впечатление на ребят произвела встреча и зачем руководству отрядов юнормейцев новые формы взаимодействия – расскажем далее. Эти ребята в красных беретах навыками начальной военной подготовки владеют на отлично. Но юн-армия делится школьники. Это не только сборка автоматов и ГТО. Это больше про любовь к родине, ее истории и людям. Участники патриотического движения становятся ответственными, готовыми в нужный момент прийти на помощь. Мы помогаем пенсионерам, бабушкам, ветеранам. Мы очищали памятные знаки, участвовали в акциях, в юнормейских слетах. Мы сейчас находимся на базе Алтай-Патриот-Центра. Это является домом юнормии регионального значения. И мы не впервой принимаем у себя ребят с муниципалитетов. Огромную роль в воспитании молодежи играют наставники. Именно они формируют представление о настоящем патриотизме и прививают истинные ценности. Нам приходится сегодняшнюю историю проживать. И с ребятами мы стараемся общаться откровенно. В этом плане уроки мужества на самом деле самый эффективный инструмент. Потому что ветераны боевых действий везде есть, которые готовы делиться своим опытом, готовы рассказывать. На этот раз урок мужества провели ветеран афганской войны Евгений Нестеров и участник СВО, который получил осколочное ранение и сейчас проходит лечение. Бойцы о пережитом рассказывают сдержанно. Но, судя по лицам ребят, беседа производит впечатление. Подрастающее поколение должно понимать, что в Великую Отечественную войну их прабабушки, прадедушки не просто так отдавали своей жизнью, выполняя тот же самый долг, что мы выполняем сейчас. Общие ценности объединяют все поколения, помогают принимать социальный и культурный код своего народа, понимать историю правильно, подчеркнул депутат Госдумы Александр Прокопьев. Двигайтесь вперед в своих навыках, разбирайтесь в том, что происходит и в мире, и в нашей стране, и будьте честны перед своей Родиной. А напоследок – полезные мастер-классы. Ребята из Бийска показали гостям, как сделать окопную свечу. Горит такая до 8 часов. 150 штук юнормейцы уже отправили нашим бойцам. Начальнику штаба за продуктивную работу с молодежью благодарность выразил Александр Прокопьев. Такие мероприятия, они важны, потому что, ну, во-первых, они укрепляют горизонтальные связи между организациями, и это возможность провести действительно воспитательную работу. Но самое главное, что для ребят – это возможность и пообщаться, обменяться мнениями, посмотреть на навыки других ребят. Среди алтайских подростков Всероссийское движение Юн Армии набирает популярность. В рядах уже 14 тысяч школьников. Из них сформирована целая сеть отрядов, почти 500 объединений. В Юн Армии ребята осваивают оружие, сдают нормативы ГТО и находят новых друзей. Но главное, они становятся частью осознанного и любящего свою страну поколения. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком. Региональное управление Росимущества собирается обжаловать решение суда, по которому оно должно провести восстановительные работы на объекте культурного значения. Об этом ведомство сообщило нам в ответе на официальный запрос. В нем региональному управлению Росимущества мы задавали вопрос о масштабе, стоимости и сроках работ по восстановлению исторического здания. Богодельник купца Пуртова. Ответили нам следующее. Решением арбитражного суда Алтайского края, которое еще не вступило в законную силу, исковые требования администрации Центрального района города Барнаула об обязании МТУ Росимущества произвести работы по ремонту фасада здания удовлетворены частично. Какие именно работы провели, не уточняется. Не пояснили это и в администрации Центрального района Барнаула. Однако региональное управление Росимущества подчеркнуло, что считает решение суда незаконным и необоснованным. Ведомство обратилось с апелляцией в суд. Руководство ведомства поясняет, цитата, разрушению здания и увеличению расходов на проведение восстановительных работ способствовало ненадлежащее его содержание предыдущими владельцами. Добавим, богодельная купца Пуртова перешла в собственность Росимущества в 2012 году. До этого времени она была на балансе администрации Алтайского края. В начале года в вузах по всей стране проходят традиционные лекции от Сбера. Руководители отделений банка общаются со студентами на актуальные сейчас темы – цифровизация и эмоциональный интеллект. Накануне в Барнауле о развитии технологий говорили со студентами классического университета. В зале будущие экономисты и географы. Но такие лекции интересны и полезны студентам любого факультета, причем не только с профориентационной точки зрения. Практика на предприятиях – это одно, но с массой новых технологий знакомить студентов нужно разными способами, уверен ректор. Нам нужно постоянно включать в образовательный процесс какие-то встречи с флагманами, ведущими институтами, которые как раз в настрее изменяющихся технологий. В любом случае мы должны вырвать из привычной среды студента и его, скажем так, погрушать в новую модель мышления. Поэтому несколько раз в год мы это делаем. Где-то по журналистике, где-то с финансистами, где-то мы можем с предпринимателями. Лекции предполагают не только монолог. Представители Сбера, рассказывая о цифровом мире, задают слушателям вопросы. Студенты активно включаются в процесс. Сегодня речь шла об использовании цифровых достижений в самых разных сферах. К примеру, в медицине и сельском хозяйстве. Важно поделиться со студентами знаниями, опытом. Те знания, которые мы даем нашим клиентам, в данном случае студентам, они могут быть применены в любых сферах жизни, начиная образовательного процесса, заканчивая их будущей работой в каких-то крупных корпорациях или создании своего бизнеса. Благодаря таким лекциям сложные темы становятся студентам более понятны. А чем лучше они будут разбираться в современных технологиях, эмоциональном интеллекте, тем успешнее в профессии они могут стать. Да и в жизни такие знания точно пригодятся. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Брачных агентств в регионе становится все меньше. Так, в Барнуле остались две такие организации. В то время как еще 10 лет назад в городе их насчитывалось несколько десятков. Накануне Международного дня брачных агентств 12 февраля наша съемочная группа постаралась понять, удалось ли выстоять таким фирмам под натиском приложений для знакомств и как влияет на любовь политика. Найти любовь онлайн сегодня несложно. Для этого есть большое количество сайтов и приложений для знакомств. Но сотрудники, как считают многие из старомодных брачных агентств, не унывают. Интернетные знакомства им не конкуренция, скорее наоборот. Разочаровавшись в самостоятельном поиске партнеров сети, люди приходят к помощи агентов. Что мы видим на сайтах знакомств? Там очень много разноплановых людей с разными целями. И ту информацию, которую мы там видим, она зачастую недостоверна. И общаясь с кем-то, во-первых, это общение, оно трансформирует. То есть мы не понимаем, правда ли это, кто с нами общается. И когда мы доходим до встречи, получается, что это совершенно другой человек. В каталоге брачного агентства анкеты мужчин и женщин от 27 до 82 лет. Своих клиентов, уверяют здесь, знают в лицо и ручаются за каждого. Мол, сюда приходят те, кто ценит свое время и твердо намерен создать семью. У одного из брачных агентств таких клиентов сегодня около 500. Во второе международное обращается больше людей. Обе организации находятся в одном кабинете. Соседство помогает оставаться на плаву. Это наши девушки, которые знакомятся с мужчинами-иностранцами. А наоборот не бывает? Ну, в целом бывает, но в нашей практике это как бы не развито. Больше всего пар у нас с французами. С французами и, наверное, с мужчинами из Азии. В последние несколько лет Южная Корея, Япония очень, так скажем, активизировались. И, в принципе, девушки наши тоже стали к ним проявлять интерес. На фоне происходящих мировых событий, рассказывает руководитель агентства, знакомиться с иностранцами меньше не стали. Но в отдельных случаях уже сложившиеся отношения не выдерживают политического накала. Так, союз француза и русской распался из-за разности взглядов. Кроме того, проблем в любви добавили трудности с перелетами и сроками оформления документов, тех же виз. Однако русские красавицы, говорят в агентстве, продолжают искать заграничных принцев и пользоваться у них повышенным спросом. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком. В Москве подошла к концу международная выставка «Продэкспо». Это крупнейшая в стране выставка продуктов питания и напитков. Алтайские бренды тоже засветились в столице. Моя коллега Ирина Корчагина сегодня как раз находится в экспоцентре. Передаю слово ей. Привет, Маша. Я сейчас нахожусь в экспоцентре. Сегодня у нас завершающий день 30-й международной выставки продуктов питания и напитков «Продэкспо». За эту неделю выставку посетили десятки тысяч человек. На ней представлено более двух тысяч участников из разных стран. В том числе здесь, конечно, есть и наши алтайские бренды, которые уже стали знаменитыми на весь мир. Как правило, компании везут на этот форум свою самую лучшую продукцию. Так на «Продэкспо» можно встретить алтайские сыры, макаронные изделия, масло, бальзамы, витамины и не только. Всего в экспоцентре представлено порядка 40 брендов из нашего региона. Наше отечественное пиво, к сожалению, не очень, но вот это достаточно хороший момент. То есть вот это пиво может посоревноваться дальше? Ну, я бы сказал, да. Легкое, приятное, да. Продукты из алтайского права очень вкусные. Вкусные, качественные. По сравнению с Москвой, что здесь кругом дороги, кругом города. Вон, пока до Москвы доехал, одни трубы. А там все понятно, что чистота. Хоть брось все и поехать там в палатке живи. Какое впечатление от выставки? Отличное. Великолепное светское мероприятие. Ну, а для участников выставки это в первую очередь площадка для профессионального общения. Не зря говорят, что на Бродэкспо строится бизнес продовольственного рынка России. Здесь заключают контракты и ищут поставщиков. Мы как посетители, так, в общем-то, и пришли за клиентами. Мы с моей коллегой работаем в рекламно-производственной компании. И точно так же пришли сюда, возможно, найти для себя новых клиентов. Всю неделю на форуме также обсуждали новую реальность, с которой столкнулся бизнес. Это проблемы с логистикой, поставкой оборудования, упаковки, сырья. И если исторически половина нашего экспорта приходилась на западные рынки, сейчас они фактически заблокированы. Сегодня экспортеры вынуждены начинать с нуля и осваивать новые рынки. Но для многих производителей даже такое нестабильное время становится толчком к развитию и экспериментам. Например, в Алтайском крае уже выпустили свою колу, спрайт и фанту. Так что сегодня многие производители встают на путь импортозамещения. На этом у меня все. Передаю слово в студию. Поиграть в Дэнди, посидеть на диване производства 90-х годов прошлого века теперь можно в Краеведческом музее. Здесь открыли выставку «Мои 90-е». Организаторы попытались в одном из залов воссоздать эпоху лихих лет через предметы быта и не только. Наши корреспонденты тоже вспомнили свои 90-е. В центре зала комок. Такие в 90-е были на каждом шагу. Алкоголь и табак, конфеты, краска для волос. Купить там можно было все, что угодно. Даже фирменную зарубежную косметику вспоминает научный сотрудник музея. С коллегой они приобрели тогда большой набор. Я дарю этот набор Ольге Фридриховне. Там был такой виск, что я на одно ухо оглох, а Сембратов на другое. Экспонаты на выставку собирали не только по своим. Вещи мог принести любой житель Барнаула. Сегодня самых активных дарителей наградили грамотами. Марина Черепанова рассказывает, теперь на выставке ее розовое платье и кошелек. Но кое-что из 90-х дома осталось. Кукла Барби советская. То есть это та, которую мне родители купили. Игрушки новогодние. Тот же Тетрис, потому что в него до сих пор можно играть. У ребятишек есть свои современные, которые сейчас продаются. Но мой до сих пор рабочий. И он тоже ждет своей очереди поступления в музей. 90-е нельзя представить и без политической составляющей. Профессиональные фото того времени, плакаты, даже избирательные бюллетени на выставке тоже есть. Историк Скубневский говорит, что многие его студенты уже и не вспомнят о тех временах, когда закрывали промышленные предприятия. Нынешние студенты спрашивают, а вот гипермаркет Алтай, а что там было? И никто не знает. Они уже не знают, им никто не сказал, что там был чат, бумажный комбинат. Многие считают это время развалом Советского Союза и не хотят вспоминать о нем. Но в те годы было интересно жить. И с этим вряд ли кто поспорит. А как уже относиться, уважаемые друзья, к 90-м годам? Каждый выбирает сам. Но это удивительная эпоха для нашей страны, для нашего края, которая позволила сделать определенный шаг к своему развитию. Окунуться в ту эпоху в музеи можно будет до середины марта. В конце обещают настоящую дискотеку 90-х. Ждут всех желающих. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска о новостях спорта. В Барнауле в самом разгаре чемпионат и первенство Алтайского края по боксу. По итогу этого турнира будет сформирована сборная региона для участия в соревнованиях сибирского уровня. А там уже один шаг до сборной России. У кого получится подняться до самого топа, и спортсмены из какого региона – принципиальные противники для наших. Расскажем далее. Удар гонга и в бой. На чемпионате первенстве края по боксу ставки высоки и медлить нельзя. Пропустишь удар – можешь проиграть весь бой. А это значит, что в краевую сборную спортсмен уже не попадет. Поэтому за соперником глаз да глаз и удар на готове. Это отбор на первенство Сибирско-федеральное округа. Сейчас буквально сразу после этих стартов остается там у нас меньше недели. Мы будем проводить сбор по возрасту молодежь 19-22, который старт будет проходить у нас в Новосибирске. Поэтому для 150 боксеров со всего края медали не на первом месте. Главное – оказаться в сборной. Для этого нужно приложить немало усилий. Ведь на ринге встречаются как новички, так и ребята с хорошим бэкграундом. А значит, участники за счет сильных соперников могут значительно повысить свой профессиональный уровень. Представители Алтайской Федерации Бокса отмечают, что в этом году перед ребятами стоит задача добиться максимального результата. Ну и, конечно же, попасть в сборную страны. Ну а зрителям, конечно, не забываем ярких впечатлений. Бокс объединяет. Сегодня в зале Алтайского ринга состоялись полуфинальные поединки. А главные бои нас ожидают завтра, в субботу. Этот день растает все по местам. Станет понятно, кто попадет в сборную края и представит наш регион на Сибири. Туда съедутся лучшие боксеры всего Сибирского федерального округа. В том числе спортсмены из Иркутска. Главные соперники алтайских боксеров, известные своей настырностью. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом все новости уходящего дня. Завтра смотрите итоговый выпуск недели с Еленой Макаренко. Для вас мы на связи по номеру 205-545. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем приятных выходных и до встречи в эфире.